Всем доброй ночи! Продолжаю тему политоты. Вчера с Витьком ходил на митинг 10 декабря в защиту честных выборов, траляля, тополя. В отличие от предыдущего митинга, здесь было все намного цивильней, было намного меньше шкалоты, возможно, потому что у них проходила, как вы знаете, обязательно контрольная по русскому иску... Ой, простите. Ну, более старшее поколение, народу было просто тьма тьмущая, заняты все мосты... Как понять все мосты? Все монасты в поле зрения. Такой сплошной мошпит, просто жесть. Разные оценки называют, разное количество человек. Самое незначительное количество называют милиции, это 20 тысяч. Самую невероятную цифру он называет. Мужик со сцены кричит, что... ОНА СТО ПЯТЬСЯТ ТЫЩАЧЬ! Никаких провокаций, что удивительно, и прочих страшилок не было, хотя в интернете все только делали, что пугали, говорили, вас будут разгонять. Обязательно возьмите ксерокопию паспорта, пачку документов, изучите кодекс, вас будут провоцировать, ничего не берите, ни с кем не говорите. Там везде будут наршисты и прочее. И всех этих неприятностей, которые могли случиться, единственное, что произошло, это крайне молодые анархисты, которые, наверное, прогулили в школу, которые попытались зажечь несколько фаеров, их тут же быстро успокоили, причем в толпе. Взорвали, может быть, еще парочку петард и стрельнули там хлопушкой несколько раз или чем-то, я не знаю. Ну, в общем, дешевая зеленая китайская фигня по летающему фотоаппарату компании, я так понял, НТВ. После чего они сменили классную зеркалку на какое-то говно. Вы, кстати, могли это заметить в выпуске? Вирусная база данных, успешная подлина. Спасибо, Глэдис. Что вначале у них офигенная классная картинка, а под конец она сменяется замыленным дерьмом. Ну, на митинге, как обычно, кричали «Ведро-ядро», «Путин отдалой», «Путин вор», «Жулики и воры», кстати, был классный момент, когда я просто не хочу врать кто, поэтому я не буду называть фамилию, попросил всех людей повернуться в сторону Кремля. Я не сразу сообразил в какой стране у нас Кремль, но типа, ора, типа, что мы о них думаем, пусть они типа услышат. Надеюсь, блин, услышать, по-моему, это было крайне забавно. М-да. Что еще вам сказать? Многие говорят, что нет никакого смысла ходить на выборы, что это для лентяев, бездельников, неудачников, тупорылых идиотов, что... Не надо лезть в политоту, что это грязь, это... Но мы же не политики, мы граждане, мы отстаиваем свою гражданскую позицию, у нас должно быть право голоса, мы должны как-то контролировать власть, там, типа, всякие вещи, типа, как там говорится, не народ для власти, а власть для народа и все такое, что, типа, вы там, типа, пришли, покричали и разошлись, от этого нет никакого проку. Но, во-первых... Господи, какой кошмар. Во-первых, наконец-то к этой проблеме было обращено хоть какое-то стоящее внимание. Митинги получили освещение на федеральных каналах, а не только на каком-нибудь Эхо Москвы. Опять же, в поддержку нам, там, в разных странах, люди тоже собираются, о, Господи. Должно быть этим оппозиционерам, должно быть приятно. Во-вторых, опять же, этим активистам нужна поддержка, они должны знать, ради кого они стараются, перед кем они будут отчитываться, им тоже важна наша поддержка. И, в-третьих, там, на самом деле, во время этого митинга была принята какая-то резолюция, но я не разбираюсь в юридических вопросах, поэтому... Этот пункт можете не считать, как этот... Ну, третий пункт-то забыл. Далее будет идти видео с митинга, никаких интервью я там не брал, я не знаю, почему-то атмосфера была такая умиротворяющая, как мне кто-то сказали, это было похоже на первомайскую демонстрацию, то есть это совершенно не то же самое, что 5 декабря. Возможно, оно и к лучшему. Ах, да, забыл, еще очень классная вещь. Мы с Витьком, в конце концов, пристроились на мосту и держали какой-то стяг. Мы даже не знали, что на нем было написано, мы не знали, чей этот стяг. Мы просто подменили двух чуваков, которые ушли, иначе бы он тупо упал бы. Потом, под конец, когда мы его сворачивали, мы там начали спрашивать у других людей, типа, что за стяг? Никто не знает, чей стяг. Никто не знает, мы его свернули. Нечестья. Ну, по-моему, это было крайне забавно. Там, кажется, было, по-моему, что написано, последнее слово, кажется, было написано «выбор». Или что-то похожее. Да, спасибо вам за внимание. Ну, если вам интересен митинг, то продолжайте смотреть. Все, спасибо. Перевыборы! Мне кажется, что они стоят сегодня, свой главный ювелир. Позор! 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 Она будет заниматься в ближайшие пять лет. Она продолжит покрывать воров в исполнительной власти. И она продолжит штамповать воровские законы. Пять лет воровства и тотальной коррупции Россия больше не выдержит. Перевыборы! Перевыборы! Раз, два, три! Полшага назад! Спасибо! Еще раз! Вся площадь на счет три! Полшага назад! Раз, два, три! Полшага назад! Первые ряды получше? Хорошо! Друзья, смотрите, какую нам данку здесь сейчас устраивают эти правоохранительные органы. Мы с ними сколько времени согласовывали площадь революции. Они говорили, что там нам будет слишком тесно. Вот здесь свободно такого количества людей. Вот вы все видим, кто на самом деле говорит правду, а кто говорит неправду. Но тем не менее, вы здесь все равно достаточно близко от Кремля. И я считаю, что для того, чтобы наш гарант Конституции, наш лидер Единой России услышал мнение народа о себе, надо сейчас повернуться в ту сторону и сказать, что мы о нем думаем. Вот давайте повернемся в ту сторону и скажем. Жулики и море! Жулики и море! Жулики и море! Жулики и море! Субтитры делал DimaTorzok 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 Путин вор! Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok